Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Новый год начался, и Центробанк по-прежнему обеспокоен инфляцией. А что такое инфляция? Это когда цены растут на все. Соответственно, у граждан возникает вопрос, а что делать с деньгами, со своими сбережениями? Во что их вложить, чтобы хоть как-то сберечь свои накопления? Традиционно мы все знаем еще с 90-х годов тот самый лозунг «Московская недвижимость всегда в цене». Но ведь то же самое можно сказать про недвижимость в других городах, в том числе, конечно, в нашей Тверской области. Ну, например, Тверская недвижимость, именно областного центра, скажем так. Это тоже всегда в цене, и об этом мы сегодня поговорим. Стоит ли действительно вкладывать деньги в недвижимость? Какую недвижимость стоит покупать? Потому что, сами понимаете, у всех же тоже сбережения разные. Кто-то хочет купить пятикомнатную квартиру, у кого-то есть деньги, допустим, на комнату. Это тоже вложение в ваши сбережения. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Это представители известного агентства недвижимости «Арбат». Это генеральный директор этого агентства Наталья Багевленская и юрист Сергей Громов. Сергей, Наталья, добрый день. День, спасибо, что пришли к нам в эфир. Ну, действительно, вы согласны, я сейчас как телеведущий наговорил, а мне интересно мнение экспертов, профессионалов. Вы согласны, что и Тверская недвижимость, она тоже всегда в цене? Ну, если смотреть на прошлый год, 2021 год, на рост цен, который мы наблюдали все, и спрос продолжает расти. Недвижимость выросла от 20 до 50%. Вот, например, стоимость студий в жилом комплексе «Коронапарк» стоимость выросла на миллион. Трешки тоже выросли на миллион. То есть, если мы стартовали студии с 1,8 млн, сейчас они стоят 2,7 млн. Также и трешки, они на миллион выросли ровно. То есть, если смотреть на другие жилые комплексы, стоимость также выросла. Если смотреть на вторичку, вторичка тоже начала расти вслед за новостройками. Потому что, если покупатели планировали приобрести новостройку, продавая собственное жилье на вторичном рынке, у них была определенная доплата, и они уже не помещаются, и вслед за этим тоже повышают стоимость на вторичку. То есть, для понимания нашим телезрителям, недвижимость – это не только способ сохранить сбережения, это способ заработать. Потому что, получается, вы сказали, в два раза по некоторым позициям выросли цены. То есть, человек, который купил в том году, не поленился, не проморгал этот тренд, который купил квартиру, он, получается, в нынешних ценах заработал вдвойне фактически. Если он, допустим, вдруг решит сейчас продать. Да, вы знаете, наиболее предприимчивые наши покупатели, они еще не просто на последний день не купили студии, они еще отремонтировали их и заработали не миллион, а миллион двести, миллион триста. То есть, прошлый год именно показал именно то, что на недвижимости можно заработать денег. То есть, да, о чем я и говорю, вот, дорогие телезрители, да, не только сохранить, но и приумножить. То есть, эта недвижимость, если в дальнейшем, допустим, не продавать сейчас, а, допустим, сдавать ее в аренду, она может еще и приносить ежемесячный доход. И при продаже, допустим, да, она может, как бы, уйти и принести еще и прибыль. Это вот ответ на наш первый вопрос, с чего начали, что это не только средства сбережения, но и средства заработка. Вот смотрите, если, как бы, основные, то есть, наши покупатели, которые обращаются с вопросом, куда инвестировать свои средства, все хотят быть рантье, да, то есть, получать доход, ну, независимо от трудовых вложений. И можно быть банковским рантье, да, как в последнее время мы поняли, что банковские проценты не настолько высоки, это уже не очень интересно. Популярный есть тренд, да, вложение в криптовалюту, то есть, высокий процент, высокая доходность, но и высокий риск потерять все сбережения. Инвестиция в недвижимость, на мой взгляд, понятное и стабильное вложение, стабильная инвестиция. То есть, вы не только не потеряете свои вложенные средства, но и приумножите, как мы вот только что сейчас с вами и говорили. Единственное, нужно понимать, в какую недвижимость вкладываться. Как раз вот наши эксперты подскажут. А давайте сейчас сделаем такое небольшое отступление. И расскажите, пожалуйста, телезрителям, не все смотрели наши репортажи, не все смотрели предыдущие эфиры, а про вашу агентство недвижимости. Вот название такое Арбат столичное. Вот. И вообще, то есть, сколько лет вы на рынке, где вас можно найти? Смотрите, в каждом... Арбат, это как бы не совсем столичное, может быть, название. Это уже именно рицательное. В каждом городе есть свой Арбат. Это пешеходная улица в центре города. Наш офис находится как раз на такой улице, на улице Трехсвятской. Клиенты очень любят к нам заходить. Приятно. Удобно. Удобно. Агентство наше уже 14-й год на рынке недвижимости. То есть, это уже стаж солидный. Относительно федеральных компаний мы, может быть, и не очень большие, но с огромным опытом. Клиенты нашей компании не только получают услугу, но... Вернее, не только получают решение своего жилищного вопроса, с которым они обратились к нам, но и точно знают, что их не обманули и предложили самое выгодное решение этого вопроса. Обманывали бы, я думаю, на рынке столько лет не продержались. Конечно. Потому что сарафанное радио, но сарафанное радио, реклама это одно сарафанное. И люди давно говорили, что Арбат Токийский, а раз вы 14 лет, это полтора десятка лет фактически. Наши сотрудники все честные и порядочные люди, и я могу поручиться за каждого. И каждого вы знаете, конечно же. Да, мы дружим, мы уже как родственники. То есть это у вас такой фамильный бизнес, можно сказать. Да, теплые отношения, поэтому всегда рады помочь. Девиз нашей компании для вас как для себя. Это не только слова, то есть мы стараемся решить вопрос как для себя. Чтобы люди не переплатили, чтобы выгодную ипотеку выбрали. То есть банков много, ипотечные ставки разные. То есть еще надо знать, по какой программе закредитоваться, какой лучший взнос. В этом надо разбираться. Да, а люди в этом не разбираются. Для них ипотека, ипотека, дескать. А то, что ипотека, ипотеки рознь, согласитесь. Я все-таки рекомендую всегда обращаться к профессионалу, к проверенному. Всегда смотреть, чтобы компания уже давно была на рынке недвижимости. Какие отзывы почитать в интернете. Может поспрашивать. То есть, чтобы не были плохие впечатления от процедуры продажи и покупки недвижимости. Чтобы это было все приятно и профессионально. Потому что, давайте напомним телезрителям, вы не только помогаете купить квартиру. Да, наша компания специализируется в основном на новостройках. У нас заключены компании со всеми ведущими застройщиками Твери. А также Москвы и Санкт-Петербурга. Хочу заметить. То есть, если кто-то захочет, к примеру, вложить свои средства и подумает купить квартиру в Подмосковье, в столичных регионах, это тоже можно обратиться к вам. Абсолютно реально, по ценам застройщика. Более того, у нас есть партнерские скидки определенные. То есть, мы знаем про акции. Что именно сейчас выгодно купить. У нас есть сведения, какие жилые комплексы собираются только. То есть, планируют на стадии проектирования. То есть, если человек пришел и говорит, вот у меня есть 5 миллионов рублей, или 10 миллионов рублей, или 500 тысяч рублей. То есть, куда мне вложить? И мы уже можем сориентироваться. Подожди несколько месяцев, скажем. Подождите, да. Вот сейчас откроются продажи жилого комплекса очень по хорошей цене. То есть, и... Тоже важный момент. Да. Про агентские недвижимости зачастую думают, что это люди, которые говорят, бери сейчас, бери сейчас, давай, давай, вот сейчас, вот прямо сейчас. Это агентство одного дня. Понимаете, мы не хотим, чтобы о нас так думали. Поэтому мы хотим, чтобы к нам люди возвращались. И они возвращаются, рекомендуют нас своим родственникам, друзьям. И мы можем подсказать. Либо подождать, либо нет. Смотрим, опять же, на ситуацию. Какая сумма, какая семейная ситуация, какие вообще обстоятельства у человека, что ему выгодно, и какие он преследует цели. То есть, все индивидуально. Мы посмотрим, решаем вопросы у каждого клиента индивидуально. А у нас сейчас индивидуальная реклама в нашем телеканале. Не переключайтесь, буквально три минуты. Потом мы снова вернемся в эфир. У нас сегодня в гостях агентство недвижимости Арбат. И они сейчас нам рассказывают и расскажут в дальнейшем все про нашу тверскую недвижимость. А как выясняется, они еще и работают, в том числе и со столицы. Не переключайтесь, продолжим после рекламы. Мы снова в эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о рынке недвижимости. У нас в гостях представители агентства недвижимости Арбат. Наталья, скажите, вы занимаетесь только новостройками? Или, к примеру, люди к вам могут обратиться, если хотят купить вторички? Ведь не все хотят на самом деле новостройки. У кого-то принцип там либо родной район, либо просто люди больше доверяют советской застройке. Кому-то нравятся дворы и так далее. То есть могут ли к вам прийти люди, которые хотят купить вторичку? Совершенно верно. Есть покупатели, которые не рассматривают в принципе покупку новостроек. И, естественно, мы работаем еще и по вторичке. Не только на подбор недвижимости, но и на продажу. То есть мы можем продавать. То есть к нам обращаются люди по поводу продажи и покупки. Мы также занимаемся экспертизой. Специализируемся на экспертизе именно на риски всех участников сделки. Не только недвижимости, но и всех участников сделки. То есть выршифровывать интересно. Смотрите, сейчас очень популярная процедура списывания долгов. Банкротство. Процедура так называют. Очень популярная. Рекламная. И она очень влияет, естественно, на дальнейшую судьбу проданной квартиры. Если человек в процедуре банкротства или уже банкрот, или планирует объявить себя банкротом и продает недвижимость. Эту сделку можно апротетовать. Вот так вот. Поэтому нужно... Мы проверяем паспорт, паспортные данные, то есть какие там судебные дела и так далее. То есть все это правовая экспертиза. Вот как раз Сергей непосредственно этим занимается. Может быть, он там в дальнейшем об этом побольше расскажет. Часто вообще, Сергей, приходится заниматься? Часто приходится прибегать к таким процедурам? Ну, что еще часто? На каждой сделке. Соответственно, если с новостройками все более-менее понятно и прозрачно, там есть застройщик, и квартира продается, если они еще дом строится по договору долевого участия, по перевыступке, то со вторичкой вариантов может быть масса. У каждой квартиры своя история. Как она появилась в собственности у тех людей, кто ее продают. Были ли там дети в собственниках, применялся ли маткапитал, была ли она в залоге у банка как ипотечная, приватизировалась она или нет, кто там был прописан на каком этапе, могут ли там оставаться люди, которые имеют право проживания, там самый распространенный страх у покупателей, что вдруг кто-то приедет из тюрьмы и поселится. То есть, соответственно, по любой сделке по вторичке мы проводим полный комплекс процедур по проверке данного объекта. И это очень важно на самом деле. Да, это исключает, по максимуму исключает риски у наших клиентов. У нового покупателя, то есть? Да, в том числе. Также мы еще специализируемся на коммерческой недвижимости. Также продажи, аренда и инвестиции в нее. То есть, тоже важный момент, вот тем нашим телезрителям, которые занимаются бизнесом, которым вдруг понадобился офис, тоже важный момент, не искать самому, да, можно прийти к профессионалам, которые подберут, порекомендуют. Да, есть много нюансов в этом направлении также, поэтому нужно в этом разбираться. Поэтому я тоже рекомендую обращаться именно к специалистам. То есть, самому даже такой вещь, как аренда, казалось, что договорился с кем-то, отнес ему деньги, и каждый месяц вроде отчисляешь. На самом деле, тут тоже можно, что называется, попасть. Тут еще дополнительная сторона, ну, именно налогообложения идет. В этом тоже надо разбираться, как две стороны должны себя повести, как себя зарегистрировать с индивидуальным предпринимателем, или оставаться так, как налоги платить, потому что это уже предпринимательская деятельность, это отдельный пласт, в этом тоже надо разбираться. Прекрасно, поэтому, дорогие телезрители, как выясняется, если вы задумали купить, арендовать любую недвижимость, касается, как выясняется, не только жилой недвижимости, но и офисов, лучше тоже обратиться к профессионалам, потому что и офис можно снять, а завтра ты придешь уже работать, а тебе выясняется, кто-то такой, и у кого ты снял, что называется. Хороший договор, но правильно делать, не просто так, на одной странице, да, бывает такие, с интернета скачали договор, а у меня же все есть, а что там юрист делает, за что ему платить и так далее. Ну, хорошо, давайте вернемся тогда к тверскому рынку недвижимости. Какая сейчас вообще тенденция, Наталья, вот на рынке, опять-таки, что превалирует, если говорить о новостройках, то есть по-прежнему высотная застройка, или развивается малоэтажное строительство. Просто, к примеру, я вот хорошо помню, вроде был у нас разговор у наших властей областного центра, года, по-моему, два назад говорили, что вроде собираются ограничить высотность застройки, дескать, опять вернуться к советским нормативам, там не выше 10 этажей. Скажите, вот по вашим данным, это сбылось, это так или нет? Вы знаете, за прошлый год не выдано было ни одного разрешения на строительство, на самом деле, и строились только те жилые комплексы, которые уже ранее были получившие разрешение на строительство, то есть какие-то секции, то есть давали, все это достраивалось. По прошлому году трудно сказать, какое преобладание идет, просто достройка того, что уже есть. А это, естественно, многоэтажная застройка в основном. То есть превалирует все равно многоэтажная застройка? Да, многоэтажная. Ну, знаете, как мечта Московской области, так же, да, там 60 этажей на 500-ках, грубо говоря. За последний год ограничили не сколько этажность, сколько, так называемую, точную застройку многоэтажками. То есть такие проекты, которые реализовались 3-4 года назад, даже 2 года назад завершались, они сейчас, таких нет проектов на стадии старта. Вот так вот. Да, их ликвидировали. Это дома, которые там высотой 12, 16, 17 этажей, которые втыкались куда-то в частную застройку. То есть вокруг дома стоят частные коттеджи. Ну, допустим, там на улице Благоева, там многоэтажки воткнулись. А Соник, я знаю, такие примеры. Да, да, да. А там стоит... В московском районе. Да, а там, туда стоят высотные дома. Вот эти, такие проекты, их сейчас нет в стадии, как бы, начала строительства. Либо это строится что-то малоэтажное в центре города, либо это многоэтажки на периферии, в дальних районах, вот как уже с продолжающимися проектами в основном. Ну, это федеральные застройщики в основном. Сейчас. То есть продаются в основном федеральные застройщики. Уже ушли именно частные вот эти вот... А вот если, вот тоже по вашему мнению, по вашим данным, в процентном соотношении, вот если брать всю многодажную застройку, сколько это работа федералов, а сколько наших компаний, вот как вы думаете? Превалируют федералы? Превалируют, однозначно. Однозначно, да. Мы даже уже... То есть в массе своей все, что мы видим, это федеральные инвестиции? Да, федеральные застройщики. Это хорошо, на ваш взгляд, или плохо? Или все равно? Влияет ли это как-то, может быть, на качество строительства, на темпы? Потому что, вы знаете, я к чему спрашиваю? Я хорошо помню, вот 90-е годы, нулевые. Я бываю в Москве, видел разницу, как у нас строят, как в Москве. Что такое у нас строят? Это один кран, сначала одна секция. Все, больше ничего не происходит тут, фундамент. Потом вторая секция, кран перемещают, третий и так далее. В итоге дом даже высотой в 5-6 этажей могли строить годами, по 5, по 7. Потому что они строят на деньги дольщиков. Да, а я когда еду в Москву, я вижу, там если строят, там сразу фундамент, дом большой, все равно он весь сразу утыкает кранами, в итоге год, максимум два, и уже возводится дом. Это проектное финансирование. Банк сразу финансирует на каждом этапе, они поднимают сразу там несколько секций и сдают также пачкой. Вот сейчас вот эта тенденция, ну на самом деле она сейчас есть. Я знаю примеры, к примеру, в центре города, когда тоже смотришь, ну думаешь, что же за темпы такие строительства, год проходит, там дай бог на второй этаж выше. Потому что это не кредитное финансирование, а именно они строят, была какая-то некая своя сумма, на которую купили земельный участок, там или арендовали, да? Какие-то первоначальные были какие-то деньги, вложения, и все. А потом уже строятся дальше на дольщиков. То есть покупают долевое строительство, а на эти деньги они продолжают строить. Нет продаж, стройка стоит. Есть примеры просто как раз, да, вот эта массовая застройка в районе Южного, где как раз тоже темпы такие солидные. То есть это там работают федералы, да? Да. Да, это проектное финансирование. То есть это лучшим, на ваш взгляд. Ведь опять-таки закон строительства, чем быстрее построил, тем дешевле обойдется в итоге. Смотрите, банковское финансирование подразумевает проценты. Проценты надо выплачивать, выплачивать вовремя, даже если нет продаж. То есть это все закладывается в цену. Цены подросли. За прошлый год на квартиры ведущих застройщиков, там, не знаю, на 40-50%. Около того, что вы говорите. Подорожал металл, потому что и прочие строматериалы. Причем даже не сколько за год, сколько за осень. Ну вот первое поднятие было весной, потом и за осень основное поднятие было. То есть лето как-то так пропустили, и осенью два поднятия. Скажите, тоже, если говорить о тенденциях, вы уже упомянули студии. Я хожу, помню, как было, ну это, наверное, уже лет 8 назад, тут стали появляться студии. Потому что, помню, в нулевых годах такого понятия, в принципе. Ну, может, в Москве было, у нас не было. Потом, глядя на Москву, стали появляться. Потом мне, как говорили ваши коллеги, этот тренд пошел на спад студии. Но я читал просто не так давно. Материал такой, дескать, в Москве стали набирать популярность. Есть такая вещь, как покупка комнат. Дескать, страна снова переселяется обратно в коммуналки. Скажите, у нас вот есть такой тренд в Твери, в Тверской области, когда, ну это как объяснять тем, что кризис, у людей денег не столько много, сколько хотелось бы. И в итоге даже речь идет не о покупке даже студии, что тоже считалось экономным вариантом. Ну, там 25 квадратных метров, тоже там, допустим, 30, может быть. А люди даже стали покупать именно комнаты. То есть классические коммуналки. У нас есть такая тенденция? Смотрите, если рассматривать просто для жилья, да, такая тенденция и есть. Есть, да. Люди хотят покупать маленькое жилье, насколько у них есть деньги, да, допустим. Но это на какой-то короткий очень промежуток времени потом это жилье он будет продавать собственник. С точки зрения инвестиции я не рекомендую рассматривать студии и однокомнатные квартиры. Почему? Потому что это высоко конкурентный рынок. Их слишком много. Возникнут проблемы при продаже, при реализации. То есть лучше это будет двухкомнатные или трехкомнатные квартиры, если инвестиция. Потому что этого товара мало. И все, кто в студиях проживет год-два, они будут бежать в что-то побольше. Им даже однокомнатные полноценные будет мало. Они будут бежать в двухкомнатные квартиры. А продавать, когда они будут выставлять, их слишком много. Рынок перенасыщен студиями. Это невыгодное вложение. Много их понастроили, да, получается? Слишком много. Во всех жилых комплексах есть студии. А, вот так вот даже? Да, во всех. Если это большие однокомнатные квартиры, например, не евро-однушки, а полноценные однокомнатные квартиры с отдельной кухней, с большой комнатой и полноценной сану. То есть это 45 метров примерно. Это еще будет пользоваться спросом. Однокомнатные квартиры. А если это маленькие 30-метровки, это тоже слишком высокий конкурентный рынок. Если говорить о сегменте, тоже вот можно как-то поделить, вот если 100%, ну мы не берем 4-5 комнатных квартир, это все-таки исключение, давайте называть ее сейчас именами. А чего сейчас больше устроят, вот если однушки, двушки и трешки, вот если так распределить, как вот тенденции сейчас? Конечно, да. Однушки, основной момент. Людям просто нужно лучше свои жилищные условия, там переехать из районов, съехать от родителей. Они покупают самое то, что не на есть доступно. Это самое дешевое, это однушки. Двушки и трешки, это уже такие более серьезные приобретения для семейных. И там уже просто трешка в новостройке, это довольно-таки дорого. А если семья с детьми, это тоже затраты. И в основном идет как раз выбор имеющегося вторичного жилья по двушкам и трешкам. И в новостройках трешки продаются не так хорошо, как однушки и те же студии. Это прекрасно понимают застройщики. И у них на этапе проектирования трешек заложено намного меньше. То есть, чтобы у них не было проблем с продажей метчиков. По вашему чтению, сколько процентов составляют трешки, условно, в каком там высотном доме? Многие застройщики вообще трешки не проектируют. Потому что им надо, самое главное, продать. Почему я говорю, что это высоко конкурентный рынок однушек и студии? Потому что в основном его делают на продажу, этот продукт. А трешек и полноценных двушек больших их мало. Для жизни, то есть, вот этот период, когда человек, приехав в город, зацепился за комнату, за студию, чтобы здесь освоиться. В основном покупатели у нас из области ели. Приехали, устроились на работу и так далее. Начали жить. Возникает необходимость, естественная потребность создания семьи. Естественная потребность расширения жилплощади. Рождаются дети. То есть, этот период временной, от двух до пяти лет. Поэтому, если люди согласны, допустим, расстаться, опять заниматься жилищным вопросом через какое-то время, очень быстрое время, тогда, конечно, студия, однокомнатная и так далее. Все время на переездах. Либо вперед подумать, то есть на будущее. И покупать сразу двухкомнатную нормальную или трехкомнатную полноценную, чтобы всем уже жить и на долгие годы. То есть, верно я понимаю, что те семьи, которые завели второго ребенка, может, третьего, они сталкиваются с проблемой при расширении жилья, потому что с проблемой в поиске трешек. Потому что, как вы говорите, их, скажем так, весьма немного. Мало, но поддержка именно материнских капиталов, конечно же, сейчас помогает, чтобы расшириться. Дело в том, что по трешкам проблема в новостройках. В новостройках, да, конечно, в новостройках. То есть, если семья готова, финансово они, конечно, более готовы к вторичке, чем к новостройке, если они как бы морально готовы. Потому что, опять же, что такое вторичка? Вторичка может быть разная. Это может быть что-то 100-летней давности, там, условно говоря, купеческий дом в центре города. А может быть, относительно нормальная улучшенка панельки, вот, из последних лет СССР, они вполне себе нормальные дома, а они стоят намного дешевле. Плюс там планировки не современные. В современных все-таки более улучшенные планировки, более большие площади, а это влияет на себестоимость. То есть, одна и та же трешка в панельке старой, может быть, там быть 60 квадратных метров, в новостройке это будет уже 90. И мало того, что новостройка дороже априори вторички, тут еще вот эти квадратные метры играют. То есть, новостройка становится еще сильнее, дороже, еще более недоступна для семьи с детьми. Люди улучшают свои жилищные условия, но вторичка получается в приоритете, именно по стоимосному параметру. Мне что нравится вторичка, если говорить, как вы сказали, последние годы, вот, Союз, там, 80-е, если говорить опять-таки о таких микрорайонах, как Юность Южная, это там просторные дворы. Согласитесь, потому что то, что мы видим в новостройках, особенно вот в Южном сейчас, вот, за торговым центром Парк Н1, там, конечно, это все напоминает в какой-то степени Шанхай, или Гонконг и так далее. Потому что, ну, на мой взгляд, очень плотно садят дома, хотя мне архитекторы говорили, да нет, вполне все нормально тут, с точки зрения инсуляции и так далее. Но я сравниваю те дворы, которые по ту сторону, что называется, находятся вот от улицы нынешней Псковской, вот, то там дворы, как футбольное поле. И ты знаешь, что туда не воткнут высотку. Правда, вы теперь мне сказали, что теперь это вроде как запрещено, что вот такая практика, когда уплотнение идет. То есть мы видим, сейчас, да, доделываются эти проекты. Вот я знаю, Тамара или иной, вот, высотчик там. Там гармонию ввели, и подобных проектов больше нет. Но есть только введут строительство апартаментов, где нет таких требований по инсуляции. А расскажите, пожалуйста, про апартаменты, потому что далеко не все телезрители представляют, что такое вообще апартаменты. Если слышали это слово, я у себя в апартаменты. Апартаменты строят на землях, где нельзя построить жилый дом, вернее, жилой фонд, где нельзя построить. Что с того же представляет дом, где апартаменты, что это такое? По сути, это тот же дом. Тот же дом. Просто по документам это не жилье. Там нельзя прописаться. А, вот так вот, важный момент тоже. Да, там просто нельзя прописаться. Там будут платежи выше, чем в жилье, потому что это не жилой фонд. А у нас в России тарифы на коммунальные платежи выше на не жилье. И там нет в этих домах требований. Ну как вот, в жилой застройке есть требования по инсуляции. То есть есть квартира, все окна квартиры не могут смотреть на север, если вы заметили. А в апартаментах могут, однокомнатные квартиры могут смотреть на север, всеми окнами, там кухня и комната. А в обычной застройке, в жилой, если на север смотрят, только в двух-трехкомнатных квартирах обязательно на какую-то другую сторону есть какое-то маленькое окошко хотя бы. А в апартаментах нет такого требования? У нас сейчас будет маленькое окошко для рекламы, после которой мы продолжим говорить о рынке недвижимости. Видите, сколько всего интересного нам рассказывает агентство недвижимости Арбат. Вот, например, про апартаменты имейте в виду, а мы сейчас пока уходим на рекламу. Мы снова возвращаемся в эфир. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о рынке недвижимости. У нас в гостях агентство недвижимости Арбат. Несмотря на московское название, это наше Тверское агентство недвижимости, которое имеет уже солидную послужную список. Как вот нам сказала его гендиректор Наталья Багевленская, уже почти полтора десятка лет, замечу. Они работают на нашем рынке, поэтому про наш Тверской рынок недвижимости они знают все. Скажите, пожалуйста, что сейчас можно сказать про многоэтажки, мы поговорили, а что можно сказать про коттеджную застройку, про таунхаусы, насколько сейчас вообще это популярно, набирает ход или наоборот немножко уходит на спад. Что можно сказать про вот такую застройку? Давайте я расскажу про такую недвижимость. Здесь в 20-21 в большей степени год дал для рынка очень интересную ситуацию. Во-первых, стабильная ситуация с пандемией спровоцировала спрос на загородное, на отдельное жилье. То есть люди не хотят жить в многоэтажках, люди хотят жить на своей земле, в своем доме, чтобы рядом никого не было. Соответственно, какие-то близлежащие площади земельных участков по ДЖС, под частные дома вокруг города, плюс застройка таунхаусами в черте города, это, безусловно, популярно. Но рынок частного домостроения, исходя из взрывного роста на стройматериалы, очень сильно трансформировался. То есть, допустим, построить дом, что застройщику таунхаусов, что частному собственнику купить земельный участок и построить дом стало в два раза дороже, в два раза сложнее. То есть рост цен в первую очередь на древесину, на металл, то есть это арматура. То есть стало сложнее построить дом частному застройщику. Соответственно, при имеющемся спросе у людей сложности с финансированием данных строек. И если готовое жилье, которое строят небольшие застройщики частные по таунхаусам, оно пользуется спросом, и на него прямо очередь стоит. Вплоть до того, что некоторые застройщики в период роста цен пересматривали свои... Были такие неприятные прецеденты у людей, тоже попадались в ситуации, что пересматривались цены уже забронированных таунхаусов. Вот так вот даже. Да, потому что застройщик на волне роста стройматериалов не предполагал этой ситуации. Он попал в такую ситуацию, что ему нужно увеличивать стоимость продажи данных таунхаусов. А со строительством самостоятельным еще сложнее, потому что все-таки денег у людей не так много, и большинство приобретают недвижимость в ипотеку, в том числе таунхаусы. А вот построить свой дом в кредит намного сложнее. То есть в банках есть программы строительства под стройку, закредитоваться, но они по выполнению близки к нереальным практически очень сложно. Соответственно, у людей просто нет денег на стройку. И это спровоцировало, во-первых, замедление строительства частного и маленько отразилось на рынке земельных участков. А тауны продолжают пользоваться спросом, их прямо разбирают как горечки пирожки. Их не так много в городе. Не так много, да? Просто суть, наверное, по рекламе, думаешь, таунхаус прям сплошняком, целыми чуть ли не кварталами строится. Все зависит от отдаленности от города. То есть не всем, бывает выезд неудобный. Все это, если идет, допустим, за окружной дорогой, там выезд какой-то, да, то есть не совсем комфортный. Кто-то любит жить совсем прям далеко от города. А кому-то необходимо быть каждый день дома в городе. Опять же, даже по направлениям у нас весь предыдущий год практически весь летний сезон простояла мертвая пробка на выезде по беженскому направлению. Вот ремонт там производился. И, соответственно, все так же влияет на выбор людей. То есть они не хотят каждый день стоять по часу в пробке туда и обратно. Соответственно, все тауны, которые строились и продавались вот по тому направлению, по Тверце, в ту сторону, меньше на них был спрос. Как бы так же влияло и на выбор места для застройки, для приобретения земельных участков. То есть хотите сказать, в этом году вроде Беженская, там все заканчивается работой, спрос может вырасти. Если люди увидят, что удобно выезжать. Ну, во-первых, там Беженская должны починить. Во-вторых, все-таки ожидается строительство северного обхода Твери, что позволит на Беженское направление со стороны Москвы добираться, минуя Тверь. То есть не заезжая в город, это разгрузит выезд из города по Беженскому направлению. И, соответственно, так же повлияет на спрос. Также строительство нового моста тоже повлияет, да, на логистику вообще, в принципе. Скажите, а как повлияет строительство западного моста? Тоже про этот разговор во всю идут. Вот я про это и хочу сказать, чтобы, да. Я как житель микро района Первомайки, мы так обсуждали с коллегами, западный мост, безусловно, городу нужен. Центр города затыкается в пробках. То есть с утра вся за Волгой едет центр, вечером весь центр едет за Волгу, пробки стоят в обе стороны. Но как это распределиться по району, всем понятно. То есть западный мост, в перспективе, которая ожидается построенной, он разгрузит центр, разгрузит ближнее за Волжье. Дальнему за Волжье будет, по большому счету, без разницы. То есть что ехать через западный мост и толкаться. А вот там около Рубина, по Пролетарке, что, опять же, ехать через центр будет примерно одинаково. А вот для Пролетарки, для Мигалова, для ближнего проспекта Ленина, там вот оттуда добавятся пробки. Потому что трафик за Волги, по новому западному мосту, будет перед железной дорогой приезжать. И там все будут стоять в пробках. Это также влияет на стоимость жилья при распределении по районам. То есть кто-то, допустим, не хочет стоять в пробках из Южного и выбирает там новостройки в Пролетарке. А после строительства моста цены на эти новостройки будут примерно то же самое. А в Заволожье как раз юность и так далее, район Горбатки, вырастут цены, как вы думаете, на жилье после строительства западного моста? Потому что сейчас там есть проблема добираться, а тут сразу раз, может через Комсомольскую площадь на ту сторону уйти и уже дома. На мой взгляд, строительство моста как раз повлияет на рост цен в Ближнем Заволожье. Оно и без того, не дешевое. Это почти центр считается. Будет еще дороже. И я так думаю, что новый город подрастет, потому что там вообще за 5 минут можно будет доехать. Скажите, еще такой момент. Хорошо, купил человек, неважно, таунхаус, дом или квартиру в многоэтажном доме. И дальше стоит вопрос, что он получает внутри. С 90-х годов повелась вот эта тема, что когда человек получает абсолютно голые стены, бетонные. Потом, вот мы видим, после уже нулевых все чаще стали выходить застройки с приложением, с чистовой отделкой, а затем уже и с полной отделкой. И я тоже помню, на федеральном уровне дискутировалось вопрос, обсуждали, дескать, вообще запретить застройщикам сдавать дома неотделанные. То есть сделать так, чтобы, как было в советское время, когда человек приезжает, покупает новую квартиру, ну да-да, получали. И уже обои, все поклеено, просто мебель занести. Скажите, вот эта тенденция действительно будет иметь место быть, когда все чаще людям будут предлагать, а может даже по вашим данным законодательное это внедрят, только отделные квартиры надо реализовывать. На мой взгляд, лучше, если застройщик будет предлагать квартиры не без отделки, а с отделкой white box, так называемой. То есть это предчистовая отделка. Может быть, это и не финансовая рекомендация, потому что все-таки чистовая отделка тоже денег стоит. Мы знаем, что финальная отделка от застройщика будет дешевле, чем мы частным образом будем отделать свою квартиру. Да, потому что у них оптовая закупка материалов, какие-то договоренности со строительными бригадами. Но, на мой взгляд, все-таки white box позволит, ну или как опция, допустим, там пять каких-то дизайн-проектов, да, как Москва сейчас уже в принципе предлагает, до десяти даже дизайн-проектов Москва предлагает, Санкт-Петербург, и white box. То есть просто без отделки уже не предлагают. Сейчас даже вот Москва и Санкт-Петербург, они уже предлагают даже мебелировку. Даже так? Да, то есть можно уже вообще просто вкупить и сразу сдавать. К нам эта тенденция придет, как вы думаете? Я думаю, да. Да, федеральные застройщики все равно так или иначе они будут заходить в Тверь. Тверь интересная, как бы локация для застройщиков федеральных, поэтому будут постепенно заходить и строить, предлагать такие предложения. Ну, вы имеете white box, почему хорошо, дескать, потому что человеку все равно он захочет поклеить какие-то свои обои, да? Ну да, как какой-то индивидуализация какая-то должна быть у квартиры. Так, часть наших покупателей хотят видеть свою квартиру не похожей на другие. Чтобы не было как у Жени Лукашина, да? Ну да. Именно так. И мебель, да, та же самая, да? Мы с мамой купили. Ну хорошо, ну тоже вы интересно сказали, тоже телезрителям для размышлений, как вот уже вы тоже, Сергей, сказали, что вот люди ведь как думают, построить дом собственными руками, оно будет дешевле. Вы сказали, что на самом деле это ошибочное мнение. Вы, Наталья, тоже сейчас сказали, что далеко не всегда собственными руками доделать, вот отделку завершить и поклеить обои, это будет дешевле. Дескать, я же сам. Потому что, как вы сказали, застройщик всегда имеет возможность на оптику пить, теперь самобой, может быть, натяжные потолки и так далее, плюс бригады. То есть вот тоже телезрители, это вам для размышления, что лучше, самому или все-таки довериться застройщику? Плюс какие-то бонусы. Допустим, у нас в Коронепарк, да, в жилом комплексе делает бригада от застройщиков, да, делает отделку, они дарят зеркало с лампами и дверь входную хорошую. Ну, что немаловажно, да. Конечно, двери сколько стоят, тоже мы все прекрасно знаем. Двери это очень затратная вещь на самом деле, купить. Хорошо, вы уже упомянули Коронепарк. Давайте, действительно, может, конкретизируем, какие жилые комплексы вы бы выделили, с какими вы работаете, что бы вы могли предложить нашим телезрителям, вот тоже, если кто-то нас сейчас смотрит, так вот, как раз они могут в раздумье, где купить. Что вы предлагаете? Ну, что мы предлагаем? Жилые комплексы, естественно, да, Коронепарк на улице Коминтерна, 91. Это всем известная высотка около... Да, высотка у Крупского моста, дом уже сдан, там у нас сейчас есть интересные очень трехкомнатные квартиры, студии совсем мало осталось, уже практически все продали, да. Планируется также продолжение этой стройки в ближайший год, поэтому тоже можем как бы, да, то есть... Что будет присоставлять с собой в следующую очередь? Собираем заявки сейчас, да, на покупку. Это будет многоэтажка? Потому что я знаю, Коронепарк, это ведь не только та башня, которая всем видна, там рядом есть, скажем, корпус среднеэтажной застройки, по-моему, пятиэтажной. Пятиэтажная. Вот. То есть планируется вторая очередь, это планируется два 17-этажных дома плюс пятиэтажный дом. Опять, то есть? Да. И опять будет подземный паркинг, вот. Вот ближайший там... И у людей там главный выбор, потому что не все хотят жить в высотках, кому-то, наоборот, нравится, что из нашего окна, площадь красная видна, а кто-то, я люблю жить там в четырех-пятиэтажном доме, вот принцип у людей такой. Да, чтобы меньше соседей. Да, и то есть Коронепарк, это тот самый вариант, когда хочешь пятиэтажка, пожалуйста, вот рядом, хочешь высоточка, вот не вопрос. Сейчас мы ожидаем, конечно же, жилой комплекс «Талан», они вот-вот начнут уже продажи. Это как раз юный Заволжский район. Где именно? Рядом с Радужным. Рядом с Радужным. Конец улицы Красиво. Да, там очень грандиозный комплекс планируется. Что это будет представлять собой комплекс? Тоже разная застройка, может быть, ты поподробнее расскажешь? Они просто сейчас в ближайшее время планировали презентацию. Мы как раз собираемся, да, в ближайшие недели мы придем на презентацию и тоже уже будем собирать. Опять же, мы как партнеры тоже будем получать какие-то индивидуальные предложения от застройщика, поэтому будет интересно нашим покупателям покупать именно вот через «Талан». Придя к вам опять-таки. Придя именно к нам, да. Не самому, как опять кто-то подумает, так будет дешевле, когда я не к Наталье приду, а сам. А вот выясняется, сам оно не всегда с усам. Потому что застройщикам выгодно, опять же, тоже через нас получить покупателя, потому что это постоянный поток, так скажем. За это они нам дают скидки определенные. Этими скидками мы делимся с нашими клиентами. Поэтому выгодно. «Талант» будет высотный, да, тоже, ну или многоэтажный. Да, там планировалось разноэтажный, да, до 22 или до 25, по-моему, да, этажей. Самый высокий, да. Максимальный, да, там пик. Минимальный, если не ошибаюсь, только от 9 у них. От 9, да. Ну там какой-то очень интересный, там очень много фишечек, но расскажут нам все. Такая некая... Мы сможем вам об этом рассказать в следующий период. Интрига, да. Приходите. Расскажу. Что еще можете предложить? В каких еще, может быть, других частях города? Новый город. Истак все любят и все знают. Про него даже можно и не рассказывать. И он продолжает развиваться. В Заложске и Южной. В Заложске и Южной, да. В Заложском прошла вторая большая очередь. В Южном они успешно строят. В Мичуринске уже достроят, там последнюю секцию сейчас открывают. То есть квартиры с полной отделкой они представляют. Да, вот чем Мичуринск с самого начала брал своих клиентов, что называется. Они как раз предлагали, я хорошо помню, у них фишка. Причем, насколько я знаю, у них вообще в принципе нет квартиры без полной отделки. По крайней мере, я не знаю, может, что изменилось в конце дизайна. В каждой секции они предлагали какой-то новый вариант отделки. И вот последний вариант, очень интересный, там пять вариантов отделки, тоже приходите, все расскажем. То есть Мичуринский завершается строительство этого комплекса? Вот вы сказали. Да, да, последняя секция. Как говорят, спешите купить, кто не успел. Да. Те более местоположение тоже такое хорошее. Там уже давно обжитой микрорайон, ну и Брусилово рядом. То есть, если раньше людей, может быть, смущало, что, дескать, чистое поле, где и батон негде купить, то сейчас, насколько я знаю, этот район, там уже много довольно супермаркетов, маленьких магазинов частных, булочных частных. То есть такой микрорайон уже очень комфортный для проживания. Транспорт ходит, Астнабрюкская улица. Ну и недалеко парк Анатель, соответственно, кому вот надо. Там дом Вишневый, там планируется дальнейшая тоже застройка. Застройщика мы давно уже знаем. Одни из первых к нам пришли, федеральных застройщиков. Качество строительства у них повышается с каждым домом. Поэтому мы тоже их можем рекомендовать. Опять-таки район уже обжитой. То есть, что важно, ты не покупаешь квартиру, где вот твой дом, а вокруг до него еще надо идти от автобусной остановки. Там, насколько я знаю, да, очень обжитой стал микрорайон. Что меня бросило, приятно удивляет, там газончики, так все. То есть вот стараются они инфраструктуру. Они просто дома, вокруг него вытопленное пространство. Они выделяют, потому что они уже долго лет на рынке, и они планируют еще дальнейшее строительство. Также им невыгодно быть, как сейчас, невыгодно плохо строить. Потому что рынок конкурентный. Нужно качеством показать, чтобы поток клиентов не прекратился. А если люди захотят купить квартиру либо в центре, либо где-то территории, приближенные к центру, какие есть варианты из новостроек? Жилой комплекс Лукхаус. Там сейчас однокомнатные квартиры уже все проданы. Уже даже? Да. Большие квартиры. Это начало реализовываться, в принципе, недавно. Ну, уже... Ну, там, дай бог, год назад. Забронировали, что-то забронировали. То есть однокомнатных там уже нет. Там, то есть, большие квартиры остались. Даже летом они начали активность строить. Вроде, если меня не изменяет память. Такой комплекс, дорогие телезрители, напоминает такую скандинавскую архитектуру. То есть, такой северный минимализм. И по цветовой гамме. То есть, смотришь на дома и чувствуешь себя где-нибудь там в Стокгольме или Копенгагене. Потому что очень похоже. И что действительно... Цена примерно такая же. Да, да. Выгодно расположены. Самый центр города. Но при этом рядом Лазурь. Рядом Парк Победы. То есть, зелёная зона. Все привыкли в центре. Ты живёшь в дворе колодца. А тут, получается, ты вроде в самом центре. Но, тем не менее. И он находится всё-таки не рядом с Тверским проспектом или там с Советской улицей, магистральными улицами. То есть, Лукхаус — это тишина людей будет. Тишина. Со взглядом на речную гладь. Тишина, уточки плавают. Плавают. Да, парк, где можно с детьми, где можно заниматься спортом. Замечательное место. Да, зимой по Лазуре на лыжах. Это для... Согласись, жители центра города известная извечная проблема. Уходишь на лыжах, надо куда-то ехать. Взять их под мышкой или в машину. А тут можно взять, выйти. И вот как сейчас погода на зимнюю, так и катайся на здоровье. Чему-то выгоден Лукхаус. То есть, соответственно, тоже работать с этим застройщиком предлагаете. Нашим тверичанам, а может, не только тверичанам. Совершенно верно. Ну, хорошо. То есть, центр, в принципе, вообще почти застроен. То есть, вот таких мест осталось немного, где вы можете предложить квартиру в новостройке. В центре практически нет предложений, да. Там были... Что у нас ещё в центре, я не могу вспомнить. Есть, но буквально точно. Строятся новые дома, да. Ну, это такие рядовые проекты. Ну, именно в центре, чтобы такой был проект жилой, большой. Ну, вот сейчас строится дом рядом с Суворовской, со старым зданием Суворовского училища. А, ну это туда дальше, да, в Суворовск. Тоже вы работаете с этим застройщиком? Да. Не пользуются у нас почему-то спросом? Удивительно, почти центр города. У нас пользуются спросом рекламы. Сейчас идём на небольшую рекламу, после которой подведём уже итоги. И ещё мне интересно задать вопрос. Попросить, точнее, дать наших уважаемых гостей. Агентство недвижимости «Арбат», советы телезрителей. Мы уже дали какие-то советы. Но что ещё, что важно сделать, чтобы ваша сделка прошла чётко, как по маслу. Реклама. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». У нас в гостях агентство недвижимости «Арбат». У нас осталось буквально несколько минут. Скажите, что всё-таки, как бы, резюме вы можете посоветовать телезрителям, которые вот сейчас посмотрели наш эфир, решили купить квартиру, раздувать и так далее. Потому что важный момент, как не нарваться на чёрных риэлторов, как вообще их отличить. Ну, появился какой-то тоже агентство недвижимости, не знаю, там, «Манхайта», например, как угодно, там, «Буэнос-Айрес». Вот, и как человеку понять, это пусть даже недавняя компания, но они честно вышли на рынок работать? Или это действительно какая-то компания однодневка, купили квартиру, а потом выясняют, что это не твоя квартира? Какие советы может дать телезрителям? Ну, я бы всё-таки советовала обратиться в компанию, которая уже давно на рынке, посмотреть отзывы в интернете, да, посмотреть, чем занимается вообще компания, как долго и какие направления, насколько она открыта. Бывали случаи, допустим, частные риэлторы, да, что вот обычно чёрный риэлтор, это как бы, как правило, это частный маклер, да, чёрный риэлтор, частный маклер, да, это как бы аналоги так. Некий, там, я не знаю, Евгений или Николай, да. Предприимчивый молодой человек, знаете, так, как Остап Бендер, они всегда быстро проникают, как вызывают доверие, и очень обойтельные люди, да, как правило. Разговорчивые. Разговорчивые. Это всё должно напрячь, когда просто некий, там, человек очень такого предлагается. Что значит чёрный риэлтор? Это некий специалист, который хотел бы вас обмануть и забрать ваши деньги, да, частично или все, грубо говоря. Как избежать этого? Во-первых, если, допустим, вам понравилась квартира, да, там, или какой-то объект недвижимости, который вы купите через частного риэлтора, заключить, во-первых, с ними договор, как его деятельность, предпринимательская деятельность его узаконена, как он вообще деятельность ведёт. То есть он индивидуальный предприниматель, и он состоит в агентстве, и не давать ему денег просто в руки. Бывает такое, что перечислили на карточку, а потом, ой, пропал человек, а где его искать? Да, то есть бывали случаи, когда частные маклеры, работающие частным образом именно специалисты, выдавали себя за сотрудников Арбата. Даже так? Даже визитки давали. Да. В этой связи что людям получается, лучше всего непосредственно к вам в офис приехать? Для начала, вот, стоит специалист, даёт визитку, вы видите адрес сайта, тут же у всех есть смартфоны, открыли смартфон, зашли на сайт агентства. Если открытое агентство, у них всегда есть страница с сотрудниками, с их фотографиями, с данными. Нет этих фотографий, например, на сайте агентства. Должно напрячь уже. Позвоните, да, во-первых, напрячь, во-вторых, позвоните на общий главный номер на сайте, который указан. А если у вас такой, то есть надо, в наше время не стоит доверять просто так, нужно проверять обязательно, состоит ли этот сотрудник действительно в этой компании, есть ли какая-то ответственность. Почему нужно именно работать с агентством недвижимости? Потому что у агентства недвижимости есть ответственность. Если вы потеряете деньги, даже аванс, да, который вы отдали, там, 10, там, 50 тысяч отдали, вы их потеряли, а взять неоткуда. То есть вы идете в агентство, у меня были случаи, когда приходили клиенты с жалобами на сотрудников, которые у нас нет. Вот. Поэтому все-таки, мне, знаете, кажется, так вас послушаю, все-таки лучше в идеале все-таки квартиру покупаем, как говорится, а не батон хлебопрек, к вам в офис. Конечно, серьезное дело. Да, и лучше все, мне кажется, оформить, ну, может быть, кто-то скажет по старинке это, но все-таки это будет надежнее. Совет обязательно заключать договор, да, следующий совет. Потому что есть юристы, опять, профессиональные. Читать внимательно договор, что вы подписываете, условия, да, обязательно условия расторжения договора. Вдруг у вас изменились планы, да, всякое бывает. Если агентство не выполнило, да, обязательства, что тогда? Должен ли каких-то там денег, да, покупатель там или продавец? На это тоже надо обращать внимание, вот эти условия расторжения. Договор почему нужен? Потому что обе стороны в этом случае имеют обязательства, которые они должны выполнить. Есть сроки в договоре, да, в пределах которых должны эти обязательства выполнить. То есть это упорядочивает полностью, да, то есть и деятельность агентства, и контроль со стороны клиента. Наталья, я вынужден вас прервать, у нас тоже есть свои сроки, наш эфир подошел к концу. У нас в гостях агентство недвижимости «Арбат». В общем, самая главная мораль, дорогие телезрители, собирайтесь покупать квартиру, доверяйтесь все-таки проверенным организациям, которые давно на рынке. И, наверное, все-таки, вот как я уже говорил, наверное, в идеале все-таки лучше прийти в офис, в данном случае, вот, в «Арбат». И там точно, как говорится, вас не обманут, и профессиональные юристы помогут заключить договор. Самое главное, дадут еще консультации по жилью, какое жилье, и совет. Вот, Наталья сказала, это не то агентство, которое, скорее, трясет с вас деньги, нет, наоборот, могу даже сказать, подождите, не покупайте, через 3 месяца вам предложил более выгодный вариант. Спасибо большое, успехов в вашем бизнесе, ну и, конечно, чтобы ваши клиенты всегда были довольны, а вам хорошего новоселья. До свидания.